Добрый день, уважаемые слушатели! Разрешите представиться. Меня зовут Кулик Анна. Я доцент кафедры прикладной экономики и экономической безопасности. Сегодня проведу лекцию на тему человеческий капитал региона в цифровом формате. Данная тема на сегодняшний день достаточно актуальна. Мы с вами рассмотрим три основные вопросы. Во-первых, это условия распределения человеческого капитала в условиях цифровой экономики. Также будет представлен вопрос «Основные аспекты управления кадрами». И третий вопрос «Какие же все-таки у нас новые тренды образования в условиях цифровой экономики?». На сегодняшний день реализуемый процесс цифровизации отраслей экономики и общества в целом существенно повышает социально-экономическое положение регионов. Использование цифровых технологий повышает производительность труда, приводит к возможности применять свои навыки, в том числе и в онлайн-режиме. Цифровая экономика для носителей человеческого капитала дает возможность получать новые знания, новые услуги и в том числе осваивать новые профессии. Мы знаем, что человеческий капитал региона — это совокупность социально-экономических отношений, которые возникают в результате общественного производства. Данные отношения возникают и реализуются между его субъектами в ходе обучения, а также применение и дальнейшее развитие производительных и иных значимых возможностей для различных групп, независимо от оснований, для их обобщенного учета, либо для отдельных субъектов. Мы знаем, что под воздействием цифровой экономики человеческий капитал, естественно, претерпевает изменения. Он изменяется в характеристике, он изменяется в своих формах, то есть в целом подвержен процессу некой такой реструктуризации. И повсеместное распространение цифровизации ведет к увеличению доли занятых в сфере услуг, в повышении интеллектуализации труда, в изменении форм человеческого капитала и непосредственно появлению новых форм человеческого капитала. То есть цифровая экономика диктует новые требования, в том числе и для носителей человеческого капитала. И требует от носителей человеческого капитала именно владения новыми трудовыми навыками, то есть требует новых знаний, новых решений. Мы не должны забывать, что регион, он тоже должен создать возможности реализовать свои навыки и компетенции. Поэтому человеческий капитал, он выступает таким главным индикатором, оценка которого позволяет дать развернутую характеристику уровня развития регионов нашей страны. Все регионные параметры оценки регионов страны, они неоднородны. Поэтому к таким параметрам можно отнести социально-экономическую ситуацию, можно отнести различные характеристики демографической ситуации. Это размеры инвестиционных вложений в здравоохранение, в образование, непосредственно вложения в развитие информационных технологий. Данная дифференциация приводит к созданию определенных условий, которые оказывают влияние на развитие человеческого капитала. И так, например, те регионы, носители человеческого капитала, которые обладают определенными знаниями, умениями, сталкиваются с барьером цифровых технологий, то есть они имеют ограниченный доступ к этим технологиям. Такого рода регионы считаются непривлекательными. И по данной причине в таких регионах прослеживается отток населения, другие регионы наиболее приоритетные. На сегодняшний день проблема пространственного распределения человеческого капитала очень исследуется различными учеными, исследователями. И хотелось бы отдельно отметить исследование Бандарской, которое подчеркивает, что значимость человеческого капитала зависит от формирования инновационной экономики. Также данный исследователь подчеркивает, что необходимо выделять отдельные приоритеты в развитии качественных характеристик человеческого капитала. Особый интерес вызывает исследование Вербицкой, которое считает, что на пространственное распределение человеческого капитала влияет некая совокупность факторов, от которых зависит дальнейшее построение, выстраивание распределения человеческого капитала. И данными факторами выступают, к примеру, уровень жизни населения, это и производительность труда, непосредственно мотивационный фактор, включает данный исследователь, это профессиональная деятельность, квалификация, процесс получения образования и, конечно, оплата труда сотрудников. И, конечно, можно согласиться с нашими белгородскими исследователями, которые считают, что человеческий капитал и именно его неравномерное распределение влияют на дифференциацию социально-экономического развития региона. Конечно, приводит факт к тому, что человеческий капитал распределяется неравномерно, и на это влияют различные факторы развития регионов. Мы проводили исследование, в ходе которого определили коэффициенты миграционного прироста на 10 тысяч человек населения Центрального федерального округа. Отметим, что наивысший индекс миграционной привлекательности для регионов Центрального федерального округа характерен для Белгородской области, Курской, Калужской и Московской. При этом аутсайдерами здесь можно выделить по миграционной привлекательности Тамбовскую область, Орловскую, Смоленскую. То есть мы можем здесь сделать вывод, что с точки зрения естественного прироста населения в регионах Центрального федерального округа прослеживается негативная тенденция. Высокий уровень безработицы в некоторых регионах, негативные явления с точки зрения социально-экономических процессов, они сильно, конечно же, ограничивают приток мигрантов. Исследуя пространственное распределение человеческого капитала в рамках работы нашей лаборатории пространственной экономики, в рамках выполнения государственного задания, также на основании государственной программы «Приоритет 2030» совместно с научным коллективом нашей кафедры мы определяем три типа условий, которые влияют на пространственное распределение человеческого капитала. Для начала мы отметим, что это условия интеллектуального развития территорий, это социально-экономические условия и информационно-коммуникационные. Что касается условий интеллектуального развития человеческого капитала, то данные условия непосредственно создают возможности для человеческого капитала реализовывать его основные интеллектуальные компоненты, среди которых выступает уровень инвестиций в образование региона и наличие в регионе образовательных научных организаций, комплексов, которые нам необходимы для того, чтобы осуществлять научно-производственную, инновационную деятельность, то есть технопарки. Данные условия необходимы и дают возможности человеческому капиталу получать достойный уровень образования, реализовывать свой научный потенциал, что достаточно важно, следует отметить, поскольку чем выше доля населения с третичным образованием в регионе, тем выше уровень валово-регионального продукта. Конечно же, у данных условий интеллектуального развития человеческого капитала существуют свои индикаторы, оценив которые можно определить приоритетные более условия или, например, среднего значения или низкого значения. В данном случае мы видим, что это число образовательных организаций, высшего образования и научных организаций, это количество комплексов, которые предоставляют выгодные условия для ведения научно-производственной и инновационной деятельности. Также индикаторами ключевыми выступают здесь инвестиционные вложения в образовательный процесс и непосредственно численность преподавательского состава образовательных организаций по подготовке по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных организациях высшего образования. Далее, как показывают статистические данные в регионах Центрального федерального округа условия интеллектуального развития территории достаточно неравномерны. Наибольшая численность преподавательского состава образовательных организаций высшего образования сосредоточена в Москве, в Воронежской области. То есть, если сделать на количество комплексов, которые предоставляют выгодные условия для ведения научно-производственной и инновационной деятельности, можно отметить, что наибольшие функционируют, конечно, в Московской области. Что касается функционирующих технопарков, то здесь мы можем выделить Воронежскую область, Липецкую, Тульскую и Ярославскую. Необходимо сделать акцент на том, что цифровая трансформация служит неким диверсификатором производственной сферы форм занятости, а также цифровая экономика она диверсифицирует носителей, то есть обыденную жизнь современного человека. То есть она пытается перестроить полностью современное наше общество. И в период реализации процесса цифровизации регионов уделяется большое внимание непосредственно социокультурному развитию. То есть необходимо прослеживать тенденцию роста качества жизни населения, уровня благосостояния региона. Соответственно, все эти факторы влияют на уровень социально-экономического развития территории. Поэтому одним из условий пространственного распределения человеческого капитала выступают непосредственно такие индикаторы, как обеспеченность населения жильем, то есть ряд индикаторов, которые дают нам возможность оценить вот эти социально-экономические условия в рамках пространственного распределения. Это, конечно, инвестиции в систему здравоохранения, это доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля населения по отношению к прожиточному минимуму, уровень безработицы. Конечно же, здесь еще рассматривается и уровень инновационной активности организации. Далее, если мы перейдем к следующему типу условий пространственного распределения человеческого капитала, то здесь мы характеризуем информационно-коммуникационные условия. Если мы исследуем данное направление, то здесь мы должны выделить когнитивные навыки. Что же такое когнитивные навыки и какие элементы входят в данное понятие? То есть элементами когнитивных навыков выступает, во-первых, саморазвитие. То есть саморазвитие — это обучаемость, это восприятие критики. Также мы должны отметить такой элемент, как организованность, то есть он характеризуется управлением необходимыми ресурсами. При этом входят в данные навыки и решения нестандартные задачи, к примеру, креативность, критическое мышление, достижение результатов, то есть мы должны принимать определенные риски и в дальнейшем их учитывать при разработке наших решений. Это адаптивность или же работа в условиях непределенности и управленческие навыки, то есть это формирование команд и мотивирование других. В данных условиях также выделяются цифровые навыки, то есть это те модели поведения, которые уже устоявшиеся, и которые основаны на знаниях, которые основаны на умениях в области использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа, информации и управления ей. Здесь мы уже выделяем непосредственно такие элементы, как создание систем, к примеру, программирование, разработка приложений. Это управление информационными данными, то есть мы анализируем данные, занимаемся обработкой этих данных, то есть мысленно или реально, скажем так, разделяем объекты на составные элементы с целью дальнейшего их изучения. Тип условий информационно-коммуникационный, он особен тем, что вот за счет цифровой экономики выстраивается некая платформа обратной связи между гражданами и муниципальными и государственными органами власти. То есть это совокупность возможностей, которые реализуются в рамках информационно-коммуникационных услуг, дает рост привлекательности территории региона с точки зрения пространственного распределения человеческого капитала. И основными индикаторами, которые характеризуют данный тип условий, выступают затраты на информационные и коммуникационные технологии. Это доля граждан, которые используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Также мы здесь рассматриваем совокупность затрат на внедрение и использование цифровых технологий и совокупность инвестиций в деятельность в области информатизации и связи. Если сделать акцент на уровень затрат на внедрение цифровых технологий, то, конечно, мы отметим наибольшую долю затрат — это в Московской области. Тем не менее, лидирующими областями ЦФО выступает Тульская область, Костромская и Тверская области, в которых также развиваются цифровые технологии. И там необходимо также развивать человеческий капитал и учитывать пространственное распределение человеческого капитала. К примеру, в Костромской области внедряют цифровые технологии в рамках пилотного проекта по внедрению высоких технологий в молочное производство. Это вот такой важный аспект сейчас в сельскохозяйственном направлении. Что касается Тверской области, то там разработана государственная программа по цифровому развитию информационной технологии до 2027 года. То есть ее цель — это обновление инфраструктуры, это создание условий, создание факторов таких именно ускоренного развития отрасли информационных технологий, связи, то есть в целом поддержание цифровой инфраструктуры, развитие цифровой инфраструктуры. Также цифровизация охватывает и Тульскую область, и таким важным моментом выступает то, что она охватывает не только промышленное направление, но и, к примеру, топливно-энергетический блок. И здесь в инвестиционных программах предприятий как раз заложены средства, например, до оснащения приборами учета, на внедрение систем сбора информационных данных и формирование, например, общего потребления, картинопотребления в рамках затрат. Далее следует отметить, что современные тенденции развития экономики общества государства в целом, они направлены на всестороннее внедрение цифровых технологий. И, тем не менее, внедрение электронных сервисов сейчас прослеживается практически во всех видах деятельности. Необходимо отметить, что высокую концентрацию человеческого капитала населения активно используют в рамках получения государственных услуг в электронной форме. К примеру, в Московской области концентрация человеческого капитала, используемого в рамках государственных услуг в электронной форме, характеризуется до 90% населения. В Москве этот показатель примерно равен 88%. Также высокий процент использования данных услуг характерен для Ярославской области. Это очень высокий показатель. Около 85% населения используют государственные услуги в электронной форме. То есть это говорит нам о прогрессе, о тенденции развития, внедрения цифровых технологий в рамках социального развития населения. И на основании представленных наших исследований мы предложили методический подход к формированию матрицы выбора приоритетов, развития условий для повышения привлекательности регионов с точки зрения пространственного распределения человеческого капитала. То есть мы предлагаем такую матрицу, где минимальная выборка представлена совокупностью количеством критериев, которые составляют представительную часть каждой группы условий, которая предназначена для оценки условий пространственного распределения человеческого капитала в цифровой среде. То есть здесь что мы используем? Непосредственно это количество комплексов, которые представляют выгодные условия для ведения научно-производственной, для ведения инновационной деятельности. Это инвестиционные вложения в систему образования, это инвестиционные вложения в систему здравоохранения и уровень затрат на внедрение различных цифровых технологий. Матрица выбора приоритетов развития условий для повышения привлекательности региона с точки зрения пространственного распределения человеческого капитала включает в себя совокупность данных условий, которые ранее мы рассмотрели. То есть это условия интеллектуального развития территории, социально-экономические условия и информационно-коммуникационные условия. И были выбраны ряд регионов, по которым был определен приоритет развития условий для повышения привлекательности с точки зрения распределения капитала. Так, к примеру, регион А, это регион, который соответствует выборке минимального количества критериев групп условий пространственного распределения человеческого капитала. То есть в данную группу, к примеру, входит Москва и Московская область. Если мы отметим, к примеру, регион С, мы видим, что у нас только положительными выступают условия интеллектуального развития территории. То есть именно в данных условиях у нас высокие показатели по всем индикаторам, которые входят в данный тип условий. По остальным показателям регион С не входит в социально-экономические условия и в информационно-коммуникационные. И примером данного региона выступает, например, Воронежская область. То есть тип регион С соответствует только условиям интеллектуального развития территории. То есть в данном случае показана группировка регионов, которая основана на минимальной выборке количества критериев из всей совокупности, которые формируют уровень определенных условий пространственного распределения человеческого капитала. То есть это наши такие начальные исследования в рамках пространственного распределения человеческого капитала. И данные исследования, они только сделаны по определенным критериям и индикаторам. Если мы, к примеру, после того, как проведем оценку социально-экономических, интеллектуальных и информационно-коммуникационных условий пространственного распределения человеческого капитала именно по всем максимальным критериям или индикаторам, которые их характеризуют, то непосредственно тогда картина по распределению всех регионов, она естественно изменится и приобретет такой некий другой формат, другой вид. Далее, что касается второго вопроса, второй вопрос у нас связан с основными аспектами управления кадрами в условиях цифровой экономики. Мы знаем, что сегодня в условиях быстро развивающихся цифровых технологиях меняется активно правило управления бизнесом, принципы управления бизнесом и в целом методы управления персоналом организации. Поэтому в новых цифровых реалиях нам необходимы инновационные организационные модели бизнеса. Это современные мотивационные программы и направления развития персонала. Также используются инновационные подходы при поиске и подборе творческих сотрудников. И нельзя не отметить построение на новых принципах, принципах современных информационно-коммуникационных связей компании. Цифровая экономика с ее развитием, функция управления кадрами, она останется непосредственно главной. И она будет определять именно успех компании на рынке. Но при этом принципиально формат ее не будет изменяться. То есть за счет новой функции управления у нас активом будет выступать информация, у нас будут создаваться условия возможности генерировать новую базу знаний, у нас будет возможность генерировать новую структуру человеческого капитала и будут формироваться новые управленческие решения. В новой цифровой экономике на основании исследований различных ученых предполагается, что будет присутствовать очень серьезная конкуренция, и она будет прослеживаться среди многих отраслей. И неспроста, потому что в цифровой экономике, в рамках именно в программе цифровой экономики Российской Федерации, принятой в июле 2017 года, указано, что базовыми направлениями развития цифровой экономики выступают кадры и образование. Поэтому на основании экспертных оценок считается, что будет прослеживаться конкуренция вне зависимости от отрасли. Учитывая то, что цифровые технологии активно внедряются, активно распространяются, этот переход к цифровой экономике кардинально изменит отношение компании к повышению квалификации сотрудников, в том числе и в сфере цифровых технологий. То есть новые квалификационные требования, они создадут условия естественного отбора сотрудников, которые будут обладать соответствующими компетенциями в области прорывных цифровых технологий. То есть компаниям придется непосредственно создавать условия для непрерывного совершенствования, условия для обучения персонала. Также компаниям придется развивать и мотивировать сотрудников, и, скажем так, развивать желание сотрудников к росту, к личностному развитию. Поэтому программы обучения и построения карьеры будут считаться в тенденции развития именно в социальных сетях и когнитивных технологиях. Также в условиях перехода к цифровой экономике особое внимание необходимо уделить координации всех бизнес-процессов, на что непосредственно влияет у нас цифровизация работы кадров. И создание так называемых цифровых рабочих мест существенно как раз меняет методы работы, будут изменяться условия цифровых транзакций, то есть будут изменения технологии взаимодействия между кадрами и повышения ответственности сотрудников. Прежде всего, ряд компаний на сегодняшний день предоставляют различные условия своим сотрудникам, облегчают, скажем так, их труд и дают возможность работать в онлайн-формате. То есть это тоже необходимо учитывать при дальнейшей разработке стратегии, при решении задач стратегического развития персонала компании. И новые условия по, скажем так, повышению квалификации многие компании перейдут на перманентное повышение квалификации. То есть что это значит? Это перманентное повышение квалификации характеризуется созданием условий для непрерывного совершенствования персонала, направлено на развитие и мотивацию способностей сотрудников. Также направленность характеризуется созданием условий для адаптации, роста, личностного развития и созданием условий для непрерывного обучения персонала. Что касается подбора кадров, то в настоящее время идут кардинальные изменения в системе подбора кадров. То есть новое поколение когнитивных технологий существенно радикально изменяет стадию привлечения сотрудников к своим должностным обязанностям. И при управлении персоналом будут в будущем, ну и уже сейчас наблюдается применение различных разнообразных технологий, инноваций, в том числе, например, искусственный интеллект, это социальное сотрудничество, краудсорсинг и другие. Применение цифровых, видео и когнитивных технологий при поиске, подборе персонала уже становится на сегодняшний день реальностью. И можно здесь привести в пример британскую компанию Unilever, которая является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов, в том числе и парфюмерии. Так вот, эта компания, она, получается, создает полностью цифровой процесс в плане подбора кадров, то есть отбирает сотрудников по новой методике, к примеру, применяет геймификацию, то есть на основании игр. То есть компания применяет 13 специально разработанных игр, после которых кандидатуры проходят видеособеседование, видеоинтервирование, но при этом эти игры, они также могут проходить в формате онлайн, они играются в команде, то есть, к примеру, у нас потенциальных желающих устроиться на работу там 15 человек, вот эти 15 человек, они играют, и в итоге после окончания игры формируется отчетность итоговых результатов, которые также рассылаются участвующим в процессе отбора. И данный отчет, он позволяет выявить самостоятельность или работу в команде, или стиль общения, или, например, индивидуальные характеристики. И вот компания Unilever, она прибегает очень часто к такому виду отбора персонала и считает, что это идет как большая экономия затрат на подбор кадров, к примеру, и считает это эффективным методом отбора, то есть и в плане временного фактора, и в плане затрат. То есть цифровизация процесса найма персонала показывает хорошие результаты и при этом сокращает большие затраты компаний на данную направленность. Ну и какие же у нас новые тренды в образовательной политике? Что же нам ждать в будущем? Итак, если мы рассмотрим новые тренды, то первый тренд — это новая глобализация. Что же входит в этот тренд? Ну, уже всем известные муки, да, мук-платформы — это перевернутый университет, это непрерывное высокоскоростное образование, при этом входит в этот тренд глобализации и командное обучение. И вот эксперты отмечают здесь и формирование надпрофессиональной компетенции и подготовка трансфессионалов. Что касается второго тренда, то это идет высвобождающая автоматизация. Эксперты считают, что будет повышен спрос на ряд различных программ. То есть, во-первых, это программа формирования творческих способностей, что, например, в эпоху внедрения роботизации, автоматизации очень актуально. То есть роботы нам не могут заменить именно творческие способности. И большие, да, у нас существуют прогнозы, что к 2030 году количество рабочих мест, к примеру, сократится по всей Земле в районе 2,5 миллиардов рабочих мест и будут замещать очень много профессий именно роботы или же автоматизационные процессы. Поэтому формирование творческих способностей стоит в приоритете в тренде высвобождающейся автоматизации. Также спрос на программы будет по организации самозанятости, развитию навыка работы с людьми и формирование компетенции управления экологией собственного сознания. Третьим трендом выступает новая образовательная архитектура и образовательный дизайн. Что же сюда входит? Это непосредственно технологическая среда для индивидуализации. Нельзя не отметить здесь и коллективное самообразование. Это образовательная экосистема в регионе, чем пользуются вот некоторые предприятия. То есть именно начинается элемент со школы, потом университет, предприятие, инновационный кластер. То есть данные образовательные экосистемы это только начальные сейчас проекты, их необходимо развивать. Многие эксперты считают, что они эффективны. И, скажем так, такое наставничество со школы до вхождения в инновационный кластер в последующем предприятии, это дает успех в, скажем так, в работе компании. То есть больше отдается, скажем так, возможностей человека, то есть больше идет мотивационный аспект, поскольку идет зарождение вот этих навыков со школы. То есть именно в школе идет, ну, скажем так, наверное, пропаганда того, что это предприятие актуально или это отрасль, там, к примеру, молочная какая-то промышленность, она актуальна, ее необходимо развивать. И в последующем тот человеческий капитал, который формируется в процессе образования уже по результатам обучения этой экосистемы, он дает высокие результаты. И тем самым предприятие, оно становится более статусным, у него повышается прибыль, у него есть какие-то перспективы развития, что непосредственно может войти и в инновационный кластер для дальнейшего там объединения. Например, и отдачи в регионе, то есть показать себя именно на региональном уровне. Следующий тренд — это тотальная цифровизация. Тоже ее нельзя не обойти. То есть что входит в нас в тотальную цифровизацию? Но, во-первых, это развитие культуры сетевого коллективного взаимодействия. Это раз. Роль цифровой грамотности — это тоже необходимо развивать в данном аспекте. И, конечно же, безопасности в цифровой среде. Также это проблема отбора качественного контента. Это цифровой двойник. И это принятие решений на основе бигдата. То есть вот эти составляющие входят в тренд под названием тотальная цифровизация. То есть это наше будущее, это наши элементы развития. Ну и какие же технологии меняет у нас ландшафт образования? То есть со временем, с внедрением цифровых технологий, с внедрением цифровой трансформации меняется полностью формат обучения. И появляются новые инструменты, которые применяются в образовательном процессе. Ну, во-первых, это адаптивное обучение. То есть это метод, который позволяет персонализировать учебный процесс под конкретного обучающегося. Если мы рассмотрим дополненную или виртуальную реальность, то это такая технология, которая характеризуется наложением информации в форме текста, в форме граффити, к примеру. Что касается геймификации, я уже говорила про нее, то есть это совокупность игр, которые используются в образовательном, например, подходе. Эти игры, они направлены на мотивацию путем использования дизайна, к примеру, путем использования игровых элементов в учебном процессе. То есть данный аспект направлен именно в игровом формате на восприятие информации. Далее, нативное обучение. То есть это формат дистанционного обучения с применением естественных каналов компании, используемых в рабочих или личных целях. То есть здесь могут выступать мессенджеры, здесь могут выступать почта, здесь может выступать, например, смс-оповещение и так далее. Далее, следующее, это микрообучение. То есть это тоже технология, которая считается таким направлением в изменении ландшафта образования. Она характеризуется таким подходом, при котором обучающийся использует минимальное количество информации именно мелкими порциями, а затем ее регулярно повторяет. Далее, интерактивное обучение — это постоянное активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Что касается курирования контента, то здесь используется комплексный подход к управлению образовательным решением, который включает отбор и обработку материалов по определенной динамике из определенных источников. Также можно отметить изменения в образовании как киберпрокторинг. Это подход, который применяется в рамках применения программных решений, программ, которые контролируют рабочий стол, которые контролируют рабочий процесс, количество лиц в кадре, там, например, ваши движения, действия, то есть наличие на столе каких-то предметов. То есть это в плане киберпрокторинга. И перевернутый университет. То есть что касается перевернутого университета, это также идет инструмент, который позволяет изменить у нас, скажем так, образовательный процесс. Перевернутый университет классифицируется тремя моделями. Это классическая модель, продвинутая и комбинированная модель. В чем же суть данных моделей? То есть классическая модель, она характеризуется взаимодействием обучающихся и преподавателя непосредственно, но здесь идет больше на самостоятельное обучение. То есть преподаватель, к примеру, выдает материал, не объясняя, и обучающийся самостоятельно его изучает и уже обсуждает с преподавателем, например, на следующем занятии. И преподаватель уже корректирует, что поняли обучающиеся, какие вопросы необходимо более внимательнее просветить. Что касается продвинутой модели, то данная модель характеризуется тем, что и теория, и практика также изучаются самостоятельно, но даже без предоставления, к примеру, материала. То есть даны, к примеру, просто вопросы, и обучающиеся самостоятельно ищут эти вопросы. То есть если в первом уровне, в классической модели предоставлялся материал, и его необходимо было изучить, то в продвинутой модели этого материала нет. То есть предоставляется только комплекс вопросов с точки зрения теории и практики, которые обучающиеся должны изучить и, например, разместить в определенном информационном ресурсе для того, чтобы преподаватель проверил заранее, и потом на занятии они обсудили практический подход и теоретический подход. Ну и самое такое уже сложнее — это комбинированный подход, то есть он полностью включает самостоятельность. Обучающиеся начинают больше даже с практических подходов, они изучают практику, решение задач, потом теорию. Они могут работать с созданными группами как самостоятельно, так и преподавателем, ищут это все самостоятельно, и потом также исследуют все на практических занятиях или на лекционных занятиях, это все исследуют. То есть перевернутый университет — это такой новый инструмент, который позволяет нам полностью поменять формат обучения, то есть новый вид развития образовательного процесса. И в завершении хотелось бы отметить, что хотели бы вас пригласить всех поучаствовать в нашей международной научно-практической конференции, которая проходит ежегодно в ноябре. Тема конференции «Пространственное развитие территорий». Она подразделяется на различные секции, в том числе и развитие региона в условиях цифровой трансформации. Если у вас будет желание, возможности поучаствовать, выступить с докладом, либо опубликовать свой материал в сборнике конференции, можете написать мне на почту, и я вам тогда сообщу про основные секции. И данное выступление сегодняшней лекции было подготовлено в рамках нашей лаборатории пространственной экономики и в рамках государственного задания, которое мы выполняем совместно с коллегами. Это фундаментальные основы глобальной территориальной отраслевой специализации в условиях цифровизации и конвергенции технологии. Также задание выполнено в рамках государственной программы «Приоритет 2030». Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok